Какой фигуристкой была Тутберидзе? Путь к великим победам начинался в приюте для бедняков. 25 лет назад в Оклахома-Сити произошел самый крупный на тот момент теракт в истории США. Утром 19 апреля 1995 года у девятиэтажного административного здания взлетел на воздух заминированный грузовик. Взрыв унес жизни 168 человек, еще почти 700 получили ранения. Взрывной волной выбило стекла во всех домах в радиусе 4,5 километра. На улице всего за несколько минут образовалась огромная испуганная толпа. Среди тех, кто в панике выбежал из соседних зданий, была и молодая российская фигуристка Этери Тутберидзе. В момент взрыва девушка шла в раздевалку общежития для бедных, расположенного через дорогу от разрушенного здания, и теперь растерянно смотрела на руины с зубной щеткой в руке и полотенцем наперевес. Как талантливая фигуристка оказалась в сердце американской провинции, вдали от большой дружной семьи и практически без средств к существованию. Почему без трагических событий в Оклахома-Сити мир мог и не узнать о тренере Этери Тутберидзе, совершившей революцию в женском одиночном катании? Специалисты, когда-либо работавшие с Тутберидзе, в один голос называют главным секретом ее успеха удивительное трудолюбие. Этери Георгиевна полностью отдается работе и требует того же от своих учеников. Тренер признавалась, что по-другому просто не умеет, ведь с самого детства у нее перед глазами был пример отца. Глава семьи трудился в две смены в литейном цеху и хватался за любую подработку, чтобы обеспечить пятерых детей. Будущая фигуристка родилась последняя. Беременность протекала непросто и врачи даже опасались за здоровье роженицы, поэтому девочки дали имя в честь матери Этери. Семья Тутберидзе жила в Москве, недалеко от храма Святой Матроны Московской на Таганке. Несмотря на все усилия родителей, денег было немного, и маленькой Этери приходилось донашивать одежду за старшим братом. Вместе с тем, мама считала необходимым дать детям хорошее разностороннее образование. Старшие дочери ходили в музыкальную школу и учили иностранные языки. Такой же набор ждал и Этери, но девочка выбрала свою судьбу сама. В четыре года Этери вместе с мамой провожали брата на футбольную тренировку. На том же стадионе располагался и каток. Катание маленьких сказочных принцесс и снежинок настолько заворожило девочку, что она попросила маму отдать ее в секцию, а на все возражения твердо ответила. Возьмут. Едва ступив на каток, она упала и дальше передвигалась по льду ползком, но упрямство и самоотверженность кучерявой девочки не ускользнули от Евгении Зеленковой, которая приняла Тутберидзе в свою группу и стала ее первым тренером. Благодаря упорству и трудолюбию Этери быстро освоилась на льду. Девочка не пропускала ни одной тренировки и старательно отрабатывала элементы, пока сопровождавший ее отец дремал у бортика в перерыве между сменами на заводе. По настоянию мамы юная спортсменка окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но ее истинной любовью, конечно, было фигурное катание. Со временем Этери перешла в группу к супругу Зеленковой, авторитетному тренеру Эдуарду Плинеру. Под его руководством она освоила двойной аксель, тройной сальхов и тройной тулуп, однако в связи с успехами более взрослых учениц Плинер стал часто уезжать на соревнования. Без постоянного контроля со стороны тренера у Этери сначала исчезла стабильность в прыжках, а затем посыпались травмы. Трещина позвонка поставила карьеру Тутберидзе под угрозу, но тут на помощь дочери пришла Этери-старшая. После долгих поисков мама смогла найти врача, который предложил решить проблему за счет уколов кальция. Этери действительно быстро пошла на поправку, однако то ли из-за лечения, то ли из-за паузы в тренировках резко начала вытягиваться. Всего за несколько месяцев ее рост увеличился аж на 22 сантиметра, что фактически делало невозможным стабильное исполнение сложных прыжков. Тутберидзе понимала, что перспектив в одиночном катании практически нет, однако бросать любимое дело не хотела, поэтому решила попробовать себя в танцах. В новом виде у Этери получалось неплохо. Она тренировалась у многих заслуженных специалистов, включая Елену Чайковскую, Наталью Леничук, Геннадия Акермана и Татьяну Тарасову. Поднималась на пьедестал этапов Кубка СССР, но для реализации серьезных спортивных амбиций все время чего-то не хватало. Надежды добиться больших побед становилось все меньше, Советский Союз распался, денег фигурное катание практически не приносило. Этери оказалась на распутье, а решение нашлось самым неожиданным образом. На одной из тренировок к ней подошел заливщик катка и рассказал о наборе фигуристов в российский балет на льду. Тутберидзе прошла отбор в труппу, а осенью 1994 года в составе балета отправилась на гастроли в США. Поездка, которая была рассчитана на полгода, растянулась на несколько лет и круто изменила судьбу Этери. Гастроли российского балета на льду не задались с самого начала. Часть артистов развернули на таможне из-за проблем с паспортами, а Этери вместе с другими попавшими в Штаты фигуристами вынуждена была ждать остальных в Оклахоми-Сити. Лед для тренировок гостям из России выделили, но денег не хватало даже на еду. Через месяц, когда труппы все же воссоединились, выяснилось, что организаторы разорвали контракт. Артистов разместили в приюте юношеской христианской ассоциации, на этаже для бездомных. Спать приходилось прямо на полу. Там они провели восемь месяцев. Лишь в апреле российский балет на льду получил разрешение на несколько выступлений, которые привели зрителей в восторг. Высокую оценку представлению дал и мэр Оклахомы-Сити. Казалось, дела налаживаются, но главный удар ждал злополучный проект впереди. 19 апреля 1995 года США вздрогнули от самого жуткого теракта в истории страны. По ужасному стечению обстоятельств, произошел он всего в нескольких метрах от общежития, в котором проживали российские фигуристы. Мне казалось это чем-то нереальным. Когда вышла на улицу, то думала, что мне это снится, машины горели в куче. Пока я выбиралась из здания, весь российский балет увезли в другое здание. Люди побежали в разные стороны, а я не могла понять, куда бежать, нашла какой-то камень и присела под ним. Тут меня нашел пожарный, который понял, что мне нужно помочь. Я была в шлепках, с зубной щеткой и полотенцем. Я бродила за ним, пока он проверял соседнее здание, вспоминала Тутберидзе день трагедии. Тот самый американский пожарный не только помог молодой россиянке сориентироваться в панике, но и сыграл важную роль в ее дальнейшей судьбе. Он приютил оставшуюся без крыши над головой фигуристку в своей семье, помог отремонтировать купленный на компенсацию автомобиль и даже нашел ей новую работу. Спаситель Этери разослал видео с ее выступлениями по американским ледовым шоу, и вскоре спортсменку с ее партнером Николаем Аптером пригласили в цирк на льду Айс Кападес. Танцы в шоу такого формата популярностью не пользовались, поэтому Этери пришлось освоить поддержки, благо Аптер был хорошим парником и легко управлялся с партнершей в воздухе. За четыре года Тутберидзе объездила в составе Айс Кападес всю Америку, появилась финансовая стабильность. Когда Аптер решил уйти из шоу и начать тренерскую карьеру, Этери возражать не стала, а последовало его примеру. С тех пор перспективная в прошлом фигуристка выходила на лед уже в новом качестве, а всю боль нереализованности вложила в работу с учениками, имена которых гремят на весь мир. Спортсменка, так и не сумевшая добиться серьезных высот на конках, теперь одерживает великие победы у Бортика.